Уважаемые слушатели, сегодня будет очередной выпуск ответов на вопросы. Потому что ответов, вопросов приходит очень много и не всегда, собственно говоря, в рамках моих научных интересов. Но, тем не менее, постараюсь на них ответить, потому что гордое звание профессора обязывает разбираться во многих вещах, а уж в человеческих безобразиях тем более. Почему? Потому что, собственно говоря, всё происходящее, в том числе и на наших глазах, как бы оно отвратительно не выглядело, оно на самом деле является отражением той неконтролируемой биологической эволюции, которая происходит вокруг нас. Мои жалкие призывы провести церебральный сортинг и устроить осмысленную эволюцию, пока отзывов в сердцах больших начальников не находят. Потому что, сами понимаете, они беспокоятся о своих детях. А вдруг, в рамках моих книг, я окажусь прав, и такие способности не наследуются. И что будет с их детьми? Сами понимаете. Они же ведь быстро потратят капиталец-то, папин. Сейчас, кстати, это большая проблема. Очень многие наши эти самые чуткие руководители натаскали капитальца и спрятали его там, где наша прокуратура его не достанет, то есть на Западе. Так вот, могу сказать, в рамках эволюционной теории, эволюции гоминид, после того, как у них появился мозг, это уже другая эволюция, не дарвиновская. А та, которую я описываю в своих книгах, забудьте про эти деньги. Начинайте зарабатывать по-новой, но туда больше не кладите. Это очень наивно. Потому что, как говорил мне один американский миллионер, очень опытный человек. Конечно, швейцарские банки очень надежные. Как положишь деньги, так никто их не возьмет. Даже ты сам. Он сам судился с несколькими банками несколько лет, чтобы получить хотя бы часть своих денег, которые успел слить из США. Так что, уважаемые чиновники, тщательно советую взвешивать свои поступки, прежде чем вновь сработанные деньги уже тащить опять на Запад. Не советую. Лучше закопайте в огороде. Намного надежнее будет. Те уже пропали, поэтому о них можно не беспокоиться, и нашей стране жизнь не портить. Теперь перейдем к вопросам. Вопросов много, но, говорю, к сожалению, не совсем ко мне. Ну, я не историк. Это вообще меня мало интересует. И то, что сейчас происходит, ну да, ну, есть церебральный сортинг. Но он пока такой шаловливый, несмотря на то, что гибнет много людей, что очень плохо. Но тем не менее. Но если посмотреть на те процессы, которые происходят с позицией как раз церебрального сортинга и искусственного отбора, то то, что мы видим вот сейчас, борьба национальных интересов с интернациональными, как вы понимаете, они на Малой и Руси, и Новороссии, это там происходит. Кстати говоря, это вполне понятная ситуация. Украина – искусственное образование. Это инструмент создания локального отбора. Вот его попытались там создать, но не получилось. Потому что интернациональные системы, такие, которые представляют собой Россию, имеют более высокоэффективную систему искусственного отбора и более конкурентную. То есть национальные системы, они, в общем-то, убогие. Но это эпоха 18-го, начала 19-го века, когда такие объединения достаточно компактные давали возможность как-то объединить финансы в одних руках. Ну, то есть королевства некоторые возникали смешные, которые потом быстро уничтожили, в том числе и немцы, и все остальные. Ну, отрыжка этих событий, она, как известно, есть. Ну, пример самый такой, недавний. Это вот то, что называется латвийская самостийность. Ну, вот, пожалуйста, Рига. Я был там непосредственно перед тем, как они отделились от СССР. Ну, дело-то в чём? Дело в том, что на самом деле, когда им первую свободу дал добрый Владимир Ильич Ленин, Ибан Ульянов, на самом-то деле Латвия была многонациональным государством. Только вокруг Риги было шесть национальных школ, где говорили на национальных языках, и выпускалось, если меня память не изменяет, тоже что-то пять или шесть национальных газет. Что сделали добрые рижане, которые заселились в городах только после того, как разрешил русский император. А до этого они своих свиней гоняли по болотам и приезжали торговать в ту же Ригу только на несколько дней, на выходных, привозя продукты сельского хозяйства. А город-то построили не они. Они, так сказать, воспользовались, когда немцы, французы, голландцы его покинули. И промышленность не они создавали. Так вот, они что сделали, когда получили свободу и независимость от России? Они, в первую очередь, уничтожили все национальные школы, ликвидировали все национальные языки и закрыли все национальные газеты. Цель – начать создать моноэтническое государство, чтобы никто не выступал. А во-вторых, запустить церебральный сортинг нового типа. То есть, получается, как бы маленькое-маленькое, ничтожное государство устраивает внутри себя серьезный геноцид мелких народов для того, чтобы сделать универсальные приемы искусственного отбора. И это удалось. Сегодня никто не вспоминает о том, что было после того, как Владимир Ильич дал, значит, Латвии свободу. Эти школы, национальные газеты исчезли, как сон и утренний туман. Поэтому, когда говорят о некоторой свободе, о некотором невероятном добросердечии и прочих всяких достоинствах, надо помнить, что после десятилетнего геноцида мелких народов на территории Латвии они присоединились к нам. И это для этих народов было удачей. Их хотя бы не успели до конца аннигилировать. Ну, другой пример, пожалуйста, эволюционного церебрального сортинга. Более затейливый, связанный с глубокими корнями, ведущими из XIX века. Это Польша. Что такое Польша? Краковскую колбасу видели? Вот такую колясочку. Вот такая колясочка с дыркой внутри. Это как раз и есть Польша. Только если эту колбаску наложить на карту вокруг Кракова. Того самого, в честь которого названа эта краковская колбаса. 100 километров вокруг Кракова. Но если мы обратимся к истории, посмотрим на воспоминания Бакунина, который варился в этой польско-европейской каше на протяжении большей части жизни, оставил прекрасные воспоминания, изданные только после его смерти, то мы поймем, что идея панславизма была сформирована польскими псевдореволюционерами для того, чтобы второвить Россию и ряд других славянских стран с одной единственной целью. Создать ту самую Польшу. Из этой самой краковской колбасы вокруг Кракова значит, собрать гигантскую Польшу. Что и получилось. У него вошли в земли Германии, которые, как вы понимаете, скоро вернутся назад. И много чего еще. Если посмотреть на карту, нет там никакой Польши. Там есть русские губернии, которые, собственно говоря, более-менее отражают этносоциальный состав этой территории и отражают отбор, который происходил в этих же самых местах. Так что, уважаемые слушатели, ничего здесь удивительного нет. Такие приемы уничтожения мелких народностей и создания общего системного искусственного отбора, они всю историю человечества практикуются. Знатоки истории Германии вообще вам все объяснят, там до Бисмарка огнякой государственности речи не шла, и конь не валялся. А уж техника 19 века, 70-х годов, она, конечно, местами была очень хороша. Но два фотоаппарата, выпущенных в одном месте один за другим, никогда не совпадали по запчастям друг к другу. То есть с одного переставить что-то на другое не было возможности. Я это знаю на практике. То же самое произошло и на Украине. То есть они многонациональная территория. Это, куда входят, переселилось очень много, в том числе европейских народов. Они решили устроить такой же опыт, как у нас в Латвии был. Ну, то есть устроить моноэтническое государство. Плоды таких моноэтнических историй, они по Армении нам хорошо известны, чем кончаются. Ну и здесь. Ну, поскольку, так сказать, в основу государства была предложена такая политическая развитая проституция в обмен на деньги и безделие, плюс лозунгом стал «Воруют все», ну, а шильдик для Мазерати, так сказать, стали накалывать на всех причинных и непричинных местах, значит, оказалось, что это уж совсем пещерный вариант, очень агрессивный, никого не устроил, в том числе и американцев, и европейцев. Поэтому мы видим то, что видим. Есть еще очень много вопросов, связанных с наукой. Ну, ученые, которые выступают за запрет войны, мне кажется, вызывают некоторое социальное беспокойство. А почему они не выступали за запрет войны, когда 8 лет долбили по Донбассу, ведь можно было съездить. Некоторые, кстати, ездили. Что-то у них там такое возникло. Ну, и всякие другие места, почему они не выступали за запрет истребления там, например, негров где-нибудь в Конго. Что-то я не слышал о них. Но если посмотреть на списочек, то, к сожалению, этот списочек приходится запивать горькой. Чтоб не нарушать законность, я нашел более изящные украшения, чем салфетка. Наслаждайтесь. Так вот, оказалось, что подписало это письмо 100 членов Академии наук. Возникает вопрос, а насколько она нужна и что она делает? Есть какие-нибудь научные достижения? Ну, кроме пиар-компании? Да нет никаких. Когда-то эта самая Академия была совещательным органом, а потом академикам после советской власти она раздавали институтов, которые были частными. Их конфисковали и поручили. Так вот, эта функция совещательная, собственно говоря, уже практически отсутствует. По какому поводу совещаться-то? По поводу того, чтобы прекратить войну и продолжить безобразие на южных территориях это не совещание. Это какое-то, я бы сказал, вредительство. Поэтому подписанты, среди которых, кстати говоря, те, кто все время выступает против моих научных исследований и любых выступлений за Отечество наше, это все те же люди, которые сидели в запрещенной организации династии, иностранном агент, сейчас они из нее сделали эволюцию и продолжают в общем-то травить науку. Причем у них есть достаточно высокие покровители. Поэтому ничего нового не происходит. Но, учитывая, что 100 членов Академии подписали это письмо, возникает вопрос о необходимости сохранения этой структуры. Мне кажется, ее пора сделать общественной организацией, чтобы за тот чай, который пьют в президиуме с пятенюшками. Уже сами академики и платили. Но это заметки фенолога. Некоторые спрашивают меня о институте. Как, что происходит? Институт уничтожается методом слияния. С чем? Российским научным центром хирургии имени Петровского. Вы понимаете, насколько хирургам, особенно практологам, нужен научно-исследовательский фундаментальный институт. Ну, фундаментальная медицина у нас вообще в стране практически уничтожена. Поэтому как мы будем изолировано развиваться, мне не очень понятно. Ну, наверное, придется спросить тех, кто это придумывает. Лица их известны, IP-атрица записаны. Поэтому это, думаю, антигосударственная деятельность, в конце концов, найдет свое отражение в работе Следственного комитета. Ну, и под занавес меня спрашивают, а что вот будет дальше, как это интересно, это абсолютно интересно, потому что было ясно опытным экономистам и знатокам много лет назад. Почему? Да потому что сердце-то наше успокоится. Посмотрите на цены. Не на интернет выступления слабоумных историков. А на цены мешок, то бишь буш, уже стоит 12 с лишним долларов пшеницы. Есть-то вы чего будете, господа европейцы. Интересно будет посмотреть. Интересно будет посмотреть, чем будете заправлять свои газовые печи. Для испекания пиццы оригинальной из орловской пшеницы, которой у вас не будет. На газу, которого у вас тоже не будет. Как вы понимаете, Европа готовится к большой-большой зачистке. Ну, а перспективы-то хорошие. Если посмотреть на карту, то на картах, выпущенных Марксом, ну, нет никакой Финляндии, нет никакой Прибалтики. Да много чего другого нет. Но зато я думаю, что в ближайшее время появится и отдельная Шотландия, поскольку надо прекратить колонияальную агрессию Англии. И я думаю, что надо подумать техасам о том, что полезно было бы отсоединиться как от проблем иммиграции, так и от проблем кормления бензином так дорожающим всей остальной Америки. Ну, по пятерке галлон, это же не в одни ворота не лезет. Уважаемые техасцы, советую подумать на эту тему. Я думаю, что уж на машинах ездить вы сможете намного дешевле, чем в целой Америке. Ну, а Германия, она, так сказать, судя по количеству зелененьких климактерических старушек и склонных к микроцефалии головного мозга руководителей быстрее всего разделиться на несколько немецких княжеств, как это было в начале девятнадцатого века. Ну, что ж, нам будет проще договариваться и кормить только тех, кто нам с вами нужен. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Хорошего вам настроения и завлекательных новостей. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok